Продолжение следует... Продолжение следует... Первая ссылка ведет на интерактивное расписание наших вебинаров. Прямо в этом расписании вы можете зарегистрироваться на любой из вебинаров, которые состоятся с сегодняшнего числа и по середину июня текущего года. Вот, пожалуйста, посмотрите, что вам интересует. Сразу заранее записывайтесь. Это гораздо удобнее, чем ждать рассылку от нас. Второе. Предвосхищая ваши вопросы, запись этого вебинара ведется и будет расположена... Она расположена через несколько дней после прохождения сегодняшнего вебинара. Она будет расположена на нашем видеоканале в YouTube. Ссылка на наш канал тоже приведена в самом начале чата. Я прошу ей воспользоваться и вообще призываю вас подписаться на наш канал на YouTube. Это учебный канал, там много интересных вебинаров. Не только по теме нашей электронной библиотечной системы, но и охватывающей много других тем. Пару слов... Да, по поводу следующего вебинара, который должен состояться. Если кто-то был записан на вебинар, завтрашний вебинар, который должна была вести Татьяна Телегина, я хочу предупредить, что наш ведущий, к сожалению, заболел, и мы перенесли этот вебинар на 10 апреля. Вебинар обязательно состоится, так что не волнуйтесь, если кто-то записался. Ну, вот так вот мы его перенесли. А сейчас я хочу вам представить следующий наш вебинар. Одну минутку. Я сейчас скопирую его в наш чат. Этот вебинар будет называться вот так. АБИС и ЭБС. Механизмы бесшовного перехода. Проведет этот вебинар Владимир Грибов, генеральный директор компании Data Express. Это тоже наш приглашенный эксперт. Должен быть достаточно интересный вебинар. И последнее, что я хотел бы сказать о том, что все участники нашего вебинара получают бесплатные электронные сертификаты на то именно, которое они зарегистрировались в вебинаре. Вам по почте придет письмо со ссылкой. По этой ссылке вы переходите на наш портал. Там вам надо зарегистрироваться. И после этого вы получаете ссылку на скачивание бесплатного именного сертификата цветного, который можно распечатать на принтере. Он с печатью, с подписью, все как полагается. Если кому-то важно, чтобы этот сертификат был бы хорошим, то есть именным, я прошу вас перерегистрироваться. Если кто-то зарегистрировался на неполное имя и фамилию или в транслите, то вот если вам нужен сертификат, пожалуйста, перерегистрируйтесь. Ну вот, собственно, и все, о чем я хотел сказать. Да, сегодня наш вебинар будет проходить в устной форме. Наталья Натальевна расскажет нам о работе АПР. Вебинар, но без презентации будет проходить, просто в режиме рассказа. Поэтому вот эта заставка, которая есть, она будет оставаться на всем протяжении вебинара. А вы просто слушайте внимательно Анатолу Нодарину. По поводу вопросов. Большая просьба. Все ваши вопросы задавать во вкладку «Вопросы». Так ведущему вебинара гораздо проще потом эти вопросы увидеть и ответить на них. Если вы задаете вопросы в общем чате, они часто могут просто потеряться. Итак, коллеги, я свое введение закончил. Хочу передать слово Наталье Нодарине, Квилидзе Куднестову, исполнительному директору АПР. Наталье Нодарине, пожалуйста, ждем вас в эфире. Спасибо, я ухожу из эфира. Документы оказались допущенными, в общем-то, те документы, которые мы с вами давным-давно реализовывали. Что это означает? Ну, приказ Министерства образования и науки России от 26 декабря 2016 года за номером 1651 о признании, утратившими силу некоторых приказов Министерства образования и науки Российской Федерации, касающихся формирования библиотечного фонда образовательных организаций высшего образования. Он отменил целый ряд ключевых направлений деятельности вузовских библиотек, связанных, например, с формированием фонда и соответствием аккредитационным требованиям, и теперь четкой нормы и подходов к выполнению нормативных требований, а также отдельных критериев оценки данных видов деятельности в настоящий момент не существует в регламентирующих документах. Безусловно, эти направления, которые связаны с книгообеспеченностью, с расчетом книгообеспеченности, а также планированием комплектования, мы с вами все прекрасно знаем, что тематический план комплектования был неотъемлемой частью формирования фонда любой вузовской библиотеки. И поддержанием актуального состояния фонда библиотеки во всем ее многообразии – это и периодические издания, и справочно-энциклопедическая литература, и научные издания, которые были определены нормативами, теперь как норма, прописанная законом, постановлением или подзаконным актом, отсутствует напрямую. Безусловно, этим стали обеспокоены не только библиотекари, но и учебно-методические объединения вузовские, и по многочисленным запросам от лица Ассоциации производителей и пользователей образовательных электронных ресурсов мной был сделан запрос в Министерство образования и науки Российской Федерации. Запрос был направлен 16 января, а уже 25 января мы получили ответ от заместителя директора департамента, господина Тимонина, в котором говорится, безусловно, что документы, которые утратили свою силу, уже не имели, по мнению департамента, своего реального воплощения. И чем они заменены? Заменены они следующим. Собственно говоря, замена была не документа на документ, а опора на те законные и подзаконные акты, которые уже существовали до этого. И в настоящее время образовательные программы, которые разрабатываются в университетах, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами второго поколения, которые уже не действуют, стандартами третьего поколения и 3+, в которых согласно статье 18 федерального закона от 29 декабря 2012 года закона об образовании в Российской Федерации устанавливаются напрямую нормы обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями. в расчете на одного обучающегося по основной образовательной программе. Конечно, там ничего не сказано о дополнительных программах, и это, как, впрочем, и в большинстве случаев, приходилось на откуп самим вузам. Также в статье 18 закона об образовании определено, что в организациях, которые осуществляют образовательную деятельность, в целях, вернее, обеспечения реализации образовательных программ, формируются библиотеки. И это прямой ответ некоторым нашим коллегам, которые, прочитав поверхностно приказ об отменении предыдущих приказов, стали заявлять о том, что теперь и библиотека вузу не нужна, потому что она ничем не регламентирована. На самом деле это не так, и я обращаю всех к статье 18 закона об образовании. Библиотеки, которые формируются в вузах, в том числе и цифровые, и электронные, должны обеспечивать доступ к профессиональным базам данных. И очень четкое дополнение во ВГОСах для магистрантов – это ежегодное обновление этих профессиональных баз данных. Библиотечный фонд, говорится в статье 18, должен быть укомплектован печатными и или электронными изданиями, включая учебники и учебные пособия, методическими изданиями, периодическими изданиями, которые обеспечивают реализацию основных образовательных программ, курсов, дисциплин, модулей и так дальше. То есть все, что касается образовательного процесса в ВУЗе. Также, чтобы не было даже желания в этом отношении как-то расслабиться, в статье 18 закона образовательной деятельности говорится о том, что любая образовательная организация несет ответственность за неуполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции. Это означает, что если образовательная программа будет снабжена некачественной литературой, в скобках вопрос, кто определяет качество этой литературы, в соответствии с ее учебным планом, отвечает за качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье. И отдельно во ВУЗах прописано, что каждый ВУЗ обязан обеспечить и обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с этими ограничениями. Департамент Министерства образования и науки считает, что образовательная организация самостоятельно обеспечивает формирование библиотечного фонда, который отвечает всем вышеперечисленным требованиям и обеспечивает обучающимся возможность качественного освоения образовательных программ. Какие конкретные выводы можно сделать из этого? Безусловно, вся ответственность на образовательные организации. Безусловно, при аккредитации любого ВУЗа конечная ответственность, я имею в виду в том числе и персональная, может откладываться на персонал библиотеки, который, собственно говоря, непосредственно и занимается формированием этого библиотечного фонда. Но необходимо разъяснять руководству ВУЗа в доступных нам формах, в таких формах, которые имели бы как итог положительный результат, что только правильный, качественный подход к формированию фонда определяет как раз качество освоения образовательных программ. Пока это просто слова. Что из конкретных предложений? Конечно, каждому ВУЗу нужно формировать или обновлять положение о формировании библиотечного фонда. Я думаю, что ни одна библиотека без этого не живет, но сейчас пришло время корректировки этих положений. И здесь, наверное, удобно и уместно было бы обратить внимание на формирование фонда различными средствами, как печатными, так и электронными. Вот пока это все, что я хотела бы сказать в плане решения проблем, потому что пока это не решение проблем, пока это подступы к решению проблем. Хотела бы просто обратить ваше внимание на то, что я сейчас перечислила. Безусловно, на слух, наверное, воспринимается, но хорошо бы еще посмотреть глазами, и поэтому я вас отсылаю к сайту АПР, где у нас расположен новый раздел, в том числе и расположен новый раздел «Ответы на запросы АПР в органы государственной власти». Там же расположен и предыдущий запрос в Рособорнадзор, который касается непосредственно проверок и вопросов экспертов во время аккредитации вузов. И, собственно говоря, ответами Рособорнадзора можно пользоваться при отношениях с экспертами из уже указанного департамента. Спасибо за внимание. Я жду ваших вопросов в прямом эфире. Нет вопросов или я их не вижу? Продолжение следует. Андрей Валентинович, библиотеки будут жить не только по закону об образовании, но и по смыслу своего существования. Да, библиотеки жить будут. Вопрос был такой, так будут жить библиотеки? Вы знаете, вот этой проблематикой лично я не занималась, и мне кажется, она еще не освещена достаточно точно. Если вы мне напишите, я специально займусь этим вопросом и посмотрю, что в этом отношении есть. Это ответ на вопрос Любовь Владимировна Креч. Какие перспективы по нормам книгообеспеченности СУЗов? Если кто не видит вопросов, вы все-таки пишите в общем чате, да? А нет, вот есть вопрос. Коллеги, нужно ли зачитывать вопросы, все ли их видят, или мне сразу приступать к ответу на вопрос? Я отвечаю на вопрос Евгении Юрьевны Волковой. Не совсем понятно, почему именно библиотека отвечает за качество фонда. Ведь заявки по литературе собираются с преподавателей. Да, все видят. Значит, должны быть ответственными. Это обсуждалось, ну, собственно говоря, где обсуждалось? В министерстве, я думаю, что вряд ли это обсуждалось. Они видят ВУЗ в целом. Почему я говорю, что библиотека должна отвечать? Потому что это наша прямая деятельность. Библиотека не отвечает напрямую. Если будут замечания по аккредитации, отвечает за все ректор университета, института и любой образовательной организации. Это всем понятно. А вот кому будет предъявлять претензии ректор, это уже следующий вопрос. И нам нужно понять главное. Как библиотека себя зарекомендует? Если библиотека сделала все для того, чтобы сформировать качественный фонд, но ей не хватило средств, потому что руководство их не выделило, ей не хватило убежденности самой и возможности убедить учебно-методическое управление, которое по большому счету отвечает за реализацию образовательных программ, вообще всех, и основных, и дополнительных, то значит, по моему опыту, в этом будет виновата библиотека. И наоборот, если библиотека сделала все правильно и хорошо, благодарить будут учебно-методическое управление и ректора вуза. Наталья Александровна, на этот вопрос мы дали свои предложения, то есть, отвечая на ваш вопрос, я скажу следующее. Мы от лица ассоциации дали свои предложения, где указали, что степень устареваемости все-таки является обоснованным критерием в оценке качества литературы. Многие, безусловно, ведут картотеки книгообеспеченности, которые опираются в том числе и на эти нормативы по периодам. На наш взгляд, и если обращаться к опыту собственного вуза, а я представляю Российский государственный педагогический университет имени Александра Ивановича Герцена, мы будем сохранять до утверждения нового положения о формировании фонда, будем сохранять эти позиции. И наши преподаватели при очень активной работе сотрудников библиотеки, совместно с учебно-методическим управлением, уже привыкли к этой системе. Я считаю, что раз сейчас нормативная база допускает какие-то послабления в виде четких ограничений устареваемости, степени устареваемости 5 и 10 лет, известных нам, то те дисциплины, которые не обеспечены свежей литературой, но имеются, скорее всего, это относится к теоретическим, во-первых, дисциплинам, мы можем признать это, и к естественно-научным дисциплинам, то, наверное, есть смысл допускать отдельные варианты таких учебников и учебных пособий. В целом, относиться к этому как к положительному моменту и закрыть глаза на обновление фонда, а самое главное, на освоение образовательных программ со старым учебником допустить нельзя. Например, гуманитарные науки, юридические науки. Ну, каким старым учебным пособием можно, например, воспользоваться, если изучать дисциплину, в которую входит учебное пособие «Закон о полиции». Да, у нас может стоять на полке закон о милиции. Например. Если не хватает средств, то библиотека, конечно же, по большому счёту, ни при чём. Конечно, поэтому я и говорю, что нужно вести такие переговоры с руководством ВУЗа и с учебно-методическим управлением, чтобы библиотека в конечном счёте и оказалась ни при чём. Надо делить ответственность и не в момент аккредитации, а заблаговременно. Вы должны проговаривать со всеми этими службами и людьми, ответственными ректор, проректорами по учебной работе, научной работе, потому что у нас ведь как ступень образования и аспирантура теперь должна быть обеспечена тем же самым. В разных ВУЗах по-разному структурировано это соотношение. Я имею в виду, разные департаменты могут этим заниматься, не обязательно учебные проректоры. На это тоже следует обращать внимание. И если не хватает средств, и ректор берёт на себя эту ответственность, то значит он возьмёт ответственность из-за результата аккредитации. Наличие собственной ЭБС в ВУЗе, конечно же, не обязательно. Никто не говорит, что ВУЗ обязательно должен использовать в обеспечении образовательных программ себя электронно-библиотечными системами. Но никто не говорит, что ВУЗ должен создать её сам у себя. Конечно, это делают некоторые ВУЗы, у которых есть на это возможности. Программисты, возможности содержать большие платформы для больших объёмов данных, постоянное их пополнение, совершенствование. Но такое разнообразие электронно-библиотечных систем сейчас предложено на рынке, где варьируются подходы к комплектованию от отдельных учебников до целых коллекций, что ВУЗу совсем не обязательно. Тем более библиотеки взваливают на себя ещё и этот груз. Дело в том, что с зарубежными коллегами, конечно, эту тему интересно обсуждать, но зарубежные коллеги и в библиотеке не обеспечивают бесплатными учебниками и учебными пособиями основные образовательные программы. А у нас это прописано в законе об образовании. Понимаете? Там каждый студент, поступая платно или бесплатно на обучение, сам покупает учебники. И могу сказать по личному опыту, что деньги это очень немалые. Причём подход такой. Там не разрешается использовать учебник прошлого года в настоящем действующем учебном году. То есть, если вам по наследству достался от вашего приятеля, студента прошлого года обучения учебник, то вы не можете его использовать. По некоторым дисциплинам это так. Я просила коллег поделиться опытом, если кто-то уже проходил аккредитацию после отмены известных приказов и нормативных актов. Пока такой опыт мне не предоставляли. Я повторяю свою просьбу. И если у кого-то есть такой опыт, прошу поделиться для обобщения результатов. И может быть ещё одного, если это будет иметь смысл, запроса в нужные департаменты. Коллеги, я прошу, если сейчас вопросы не возникли по уходу вебинара, написать мне, мой адрес есть, естественно, на сайте АПАЭР, изложить свои вопросы или просьбы. И я, естественно, на них отреагирую. И также к материалам всех документов можно обратиться к сайту АПАЭР. Я так понимаю, что вопросы сами себя исчерпали. Знаете, что я отвечу следующим образом. Так как эта информация может быть конфиденциальная, конечно, просто так на сайте мы её размещать не будем. Но мы можем сделать анализ этих вопросов. И тогда путём рассылки или путём размещения обобщающего материала можем отразить это на сайте АПАЭР. Да, Наталья Александровна, спасибо. Только пишите обо всём. И вы конкретно, и остальные коллеги. Чтобы можно было как-то на это реагировать. Спасибо. Павел Юрьевич, я полагаю, что вопросы закончились? Коллеги, давайте тогда завершать наш вебинар. Поблагодарим Нателлу Надаревну за такое обстоятельное объяснение. Повторюсь, что запись этого вебинара, если кто-то не смог его полностью посмотреть, будет доступна на нашем учебном канале на Ютьюбе. Смотрите запись, приходите на наши вебинары. А сегодня всё. Всем спасибо присутствующему. Особенное спасибо Нателле Надаревне. Спасибо, коллеги, большое. Спасибо за ваше внимание. Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...